Сразу после введения экономических санкций многие ажиотажно скупали импортные лекарства. Власти разного уровня людей тогда успокаивали. Необходимый запас зарубежных медикаментов сформирован, да и отечественных аналогов немало. Но последние подходят не всем, а поставки из-за рубежа, и сегодня это факт признанный, идут с перебоями. В аптеках края сложно найти целый ряд препаратов, среди которых и жизненно важные. Сегодня это левотироксин для лечения заболевания щитовидной железы. Есть определенный дефицит по определенной номенклатуре по инсулинам, и в большей степени это импортного производства. Чтобы не допустить уменьшения запасов лекарств, на уровне федерации обещают создать систему онлайн-контроля по их доступности. А на уровне края изыскивают средства для расширения складов муниципальной аптечной сети. Также Минздрав намерен нарастить номенклатуру препаратов за счет череды новых торгов. Выходом для решения проблемы, считают в Алтайском Минздраве, мог бы стать выпуск аналогов алтайскими фарм-предприятиями. Но для этого нужно время, процесс трудоемкий и, конечно, большие ресурсы, многомиллионные инвестиции. Такие возможности, я думаю, имеются у наших крупных фарм-производителей. И если они выберут ту или иную нишу, это, конечно, будет выходом. Помимо лекарств, остро не хватает и медицинских расходных материалов. С этой проблемой, к примеру, может столкнуться диагностический центр края. Сегодня у него запасов осталось на пару месяцев максимум. Что будет дальше, спрогнозировать не берется даже министр. Пока для решения проблемы дефицита в медицине решено проводить совместные торги. Когда на один и тот же товар одновременно заявляется сразу несколько заказчиков, вероятность того, что поставки не сорвутся выше, говорят Минздраве. Елена Макаренко, День с толком.